Мы обсудим ситуацию в Казахстане с Юлией Бокслер. Она родилась в Казахстане, потом переехала в Германию, здесь выросла, но снова вернулась в Алматы, работала там журналистом и теперь снова в Германии. И отсюда поддерживаешь весь протест, да, я так понимаю? Добрый вечер. Добрый вечер. Юля, есть ли у вас какая-то информация насчет того, выльются ли эти протесты во что-то, будут ли они сейчас еще продолжаться? Ну, протесты будут, скорее всего, продолжаться вообще в форме, в форме уже более, я думаю, институциональной, потому что те люди, с которыми я общаюсь, это, в принципе, люди, которые создали движение Айян Казахстан. Ну, я мониторю все возможные каналы, всевозможные мнения, но большинство людей, с которыми я прям лично в контакте, это люди с движения Айян Казахстан. Что это означает? Это «Просыпайся, Казахстан». Да, они вообще рассчитывают на долговременные движения, долговременные протесты, протесты не принципиально, а в форме митингов. Они поддерживают митингующих, они сами как бы не вызывают, не призывают к митингам, они поддерживают митингующих, потому что они понимают, что они тоже за те же самые права выходят на улицу. Но их задача, их цель намного более устремленная вдаль и на следующие года, можно сказать, они требуют реформы, реформы государства. А для тех, кто сейчас там выходит на митинги или для тех, кто поддерживает эти митинги, то, что на выборах оппозиционный кандидат Амиржан Касанов получил 16%, все-таки для них это успех или поражение? Ну, так как Касанова люди тоже не поддерживают, потому что они понимают, что он как бы часть системы, часть тоже государства или часть этих фейковых выборов, они думают, что выиграл не Касанов своим 16% или с другой точки зрения 40%, потому что есть иные подсчеты наблюдателей, которые выявили другой процент, например. Но они думают, что те, которые проголосовали за него, за кандидата иного, чем партии Нуратана, что те выиграли. Выиграл не Касанов или другие фейк-оппозиционеры, как называют это люди движений разные, а выиграли те, которые проголосовали за что-то иное или за кого-то иного. А много ли вас здесь, в Берлине, возьмем? Тех, кто готов выйти на протез в Брондобургском вороте? Ну, последняя акция, которую мы делали, она была очень спонтанная, мы ее буквально в ночь доорганизовали, это было в 8 часов утра, поэтому у нас было, мы добыли только пятеро, это было буквально просто с друзьями или знакомыми, мы это спланировали очень коротковременно. Но после того, например, потому что это, конечно, пошло через СМИ, разошлось, и мне пишут каждый раз после каждой акции, или вот я писала материал тоже, мне потом пишут просто люди из других городов Германии, например, совершенно мне не знакомые, и спрашивают, как можно сплотиться, что можно сделать, какую следующую акцию кому написать, каким политикам и так далее. Или нас, когда первомайская акция наша была в поддержку заключенным тогда Аси Байбарусу, нас нашел по лайв-стриму моему инстаграму, просто человек, который через друзей из Казахстана это как-то услышал, он тоже, не зная нас, но он нас нашел и присоединился. Ну, это пример. И потом он с нашим плакатом поехал в Мюнхен, и они там демонстрировали в Мюнхене. То есть у вас тут есть свое комьюнити, у нас как раз следующий вопрос связан с этим. Мы знаем, что из России, из Путина, в том числе в последние годы, там уезжают сотни тысяч граждан России, в основном в Европу и в Америку. А из Казахстана люди тоже уезжают? И куда они уезжают? Ну, люди, да, я же тоже сама как бы уехала. Но ты давно была. Нет, будучи ребенком Казахстана, я имею в виду с того времени, вот я вернулась, возвращалась для моих съемок в 2014 году первый раз, и там тоже я от всех уже слышала, что да, нужно валить там и так далее. Это не изменилось, меня это чуть-чуть удивило, поэтому я решила вернуться сама туда. И там я иначе, наоборот, увидела, что людей интересует будущее их страны, и что они, наоборот, их Балашак, есть программа Балашак обучительная, это стипендия, по которой грант, правительственный грант, кстати, по которому люди уезжают за рубеж учиться. Ну, они должны вернуться, потому что Балашак, это, да, как фулгайд. Есть свои условия. Да, там есть свои условия, а то квартиру не отдадут. Поэтому, ну, просто даже есть интерес, есть люди, которые работали даже годами, и есть люди, которые возвращаются, потому что у них, наоборот, интерес, что происходит в их стране, и как это развивается, и что они хотят. Они хотят участвовать, я это чувствую, я об этом разговаривала с многими. Но, конечно, есть иные мнения, люди боятся, например, что ситуация, ну, ситуация просто постоянно под вопросом, скажем так, 90-х, потом она, может быть, пришла на какой-то в 2000-х, на какую-то там псевдостабильность, но, в принципе, всегда под вопросом, что будет завтра. И поэтому, конечно, есть люди, которые заботятся об этом, о завтрашнем дне, и которые до сих пор уезжают и хотят уезжать, тоже в моих кругах тоже есть такие люди. Они уезжают в Россию в том числе, или куда они уезжают? В Россию они пытаются все-таки подальше, подальше в Европу. Есть люди, которые уезжают, там, хотят, наверное, в Канад, США, и так далее. Да, есть об этом фильмы, кстати, да, документальные на этот счет. Но все-таки хочу заметить, что люди, особенно те, которые обучились чему-то, намерены изменить что-то и свой вклад внести в общество своей страны. То есть бороться, а не воить. Да. Хорошо, большое спасибо. Спасибо, Юля. Мы будем следить, как эти люди будут бороться за лучший Казахстан. Спасибо вам. На нашем канале.